Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 января. Вот сегодня я уже приготовила себе два лотка для ранних посевов. Как я говорила, это будут перцы ромира, перец колокольчик и перцы толстяки, которые высокорослые, которые толстостенные и которые для того, чтобы у нас вызрели в сибирском регионе, мы иногда высаживаем, высеваем семена в конце января. То есть через неделю я уже буду сеять, и вот он, один лоток готов, сейчас второй такой же будет. И тому, для тех огородников, кому некогда смотреть все мои видео о приготовлении, я вот отдельно показывала, как я сею, отдельно как я увлажняю, я сейчас просто общий видеоролик сниму, где расскажу о всех этапах подготовки грунта, но подготовки механической, то есть это не химическое, это не протравливание, не что-то, а просто механическая подготовка грунта к посевам. Началось с того, что я рассказывала, что я осенью, не просеивая, просто насыпала грунт, вот занесла грунт первый этап, разморозила неделю, он у меня размораживался. Там были и палки, и всякие, ну, с примесями. Потом второй этап, я его просеяла, но он еще все еще сухой, потому что до просеивания стараюсь не увлажнять, он сеется сухой намного легче. Сейчас вот показывала третий этап, это увлажнение, именно увлажнение всей массы, вот так с перемешиванием, взбиванием. И там я сказала, что вливаю землю, вливаю, конечно, воду, надо говорить, вливаю воду. И еще я в этом же видео сказала, что если кто хочет, то вместо воды можно вливать и фитоспорин, и гуминовые удобрения, то есть можно воспользоваться вот этим процедурой увлажнения для улучшения качества грунта. Но вы можете этого и не делать, потому что, вот я сейчас рассказываю только о механической обработке, протравить или удобрить грунт можно будет уже потом, перед посевом. Сейчас только про механику говорим. Вот я его перемешала, увлажнила, все. У меня получился вот такой лоток. Мне его останется только вот этой вот штучкой. У меня такая есть. Вот это разделяю я. Очень-очень выровнять. Потом сделать палочкой, сделаю, намечу, вот маркировку сделаю, намечу вот такие бороздки. Все. Мой лоток к посеву готов. Про каждый этап отдельно, если вы захотите посмотреть, глядите, ну открывайте плейлист посевы 2019. Там все-все подробно, каждая процедура. Но если вам некогда, вам достаточно вот этого, то, что я рассказала, разморозил, просеял, увлажнил, все, выровнял, сделал маркировку. Грунт готов. Специально в этом ролике не говорю ни про протравливание, ни про удобрение, потому что это отдельные темы. Кто-то это делает, кто-то это не делает. Я вот общий грунт не протравливаю. Я потом буду поливать это средство вот так вот только в дорожке. Потому что грунт брала чистый, не вторичное использование, а именно чистый, незараженный грунт. И еще он у меня прошел вот это вот промораживание всю зиму. И я вот уже несколько лет весь объем грунта не протравливаю от фитофторы. Все. Но у кого есть такая ситуация, что нужно травить грунт, протравливать можно, можно протравливать, вот я уже говорила, или при увлажнении, или потом, когда лоточек будет готов, некоторые потом вот так грунт поливают. Каждый делает по-своему. Вот этот видеоролик только о механической подготовке, то есть это просеивание, увлажнение. Сегодня мы доводим грунт до такой консистенции, чтобы у нас все создать условия, благоприятные для прорастания семян. Чтобы он был рыхлый, чтобы он был обогащенный воздухом, чтобы он был увлажненный и, естественно, теплый. Чтобы он как можно подольше перед посевом постоял, хотя бы минимум неделю у нас в комнатных условиях, в комнатной температуре. Вот это вот самые такие простейшие, элементарные приемы подготовки грунта предпосевной, но они дают хорошие результаты. Когда грунт очищенный, рыхлый, обогащенный кислородом, семенам всегда это лучше, больше нравится. И рассада получается качественнее. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Про протравливание, про все остальные процедуры я буду снимать видео отдельно, и буду снимать, скорее всего, уже во время посевов. Вот сейчас только приготовила грунт.